17 марта 1954 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР безымянный населенный пункт получил статус города и свое название Новоуральск, который писался через дефис. Но после целых 40 лет город жил под секретным именем. Он назывался Свердловск-44. С 1994 года муниципалитет открылся миру, и с тех пор его называют Новоуральск. Известно, что первые строители приехали буквально на пустое место близ поселка Верхнемецкий еще в 1941 году. С этого времени и начинается история Новоуральска. В 1954 году город состоял в основном из бараков, фанерных и финских домиков. Хотя были уже построены кинотеатр «Родина», музыкально-драматический театр, несколько школ и детских садов, каменные двух- и трехэтажные дома в центральной части города и многое другое. К этому времени были заложены несколько аллей и скверов, украшающих город. Свердловск-44 принимал свой неповторимый облик. Уральский электрохимический комбинат вошел в строй еще в 1949 году. А в 1954 начал производство низкообогащенного урана для обеспечения потребностей атомной энергетики страны. В 1954 году жизнь в городе кипела. Никто уже не сомневался, что сделал правильный выбор, приехав в маленький безымянный поселок с новой начинающейся жизнью. Наш Атомград – это город славных трудовых, промышленных, спортивных, образовательных и культурных традиций. Здесь перекликаются ум и талант, наука и творчество. И сегодня нашему городу исполнилось 69 лет. С этой датой всех горожан поздравил исполняющий полномочия главы Новоуральского городского округа Вадим Хатипов. Уважаемые земляки, 17 марта Новоуральск отмечает свой день рождения по документам, а само торжество традиционно проходит летом. Именно 69 лет назад, 17 марта, поселок при заводе получил статус города, который до сих пор является ядерным счетом России. Судьба Новоуральска неразрывно связана с Уральским электрохимическим комбинатом. Город возведен руками создателей, которые построили один из первых центров атомной отрасли страны. Традиции, заложенные нашими ветеранами, продолжают новые поколения горожан, сохраняя гостеприимство территории, черты столичности с высоким производственным, образовательным, спортивным, культурным потенциалом. На Уральске строится востребованное малоэтажное жилье, благоустраиваются общественные территории. Благодаря ТСР реализуются инвестиционные проекты. Активно развивается социальная сфера и городская инфраструктура. Один из недавних реализованных проектов – благоустройство Комсомольского Арбата с современными архитектурными формами. Город живет благодаря его душе и сердцу, людям, которые ежедневным трудом вкладывают в современный облик Новоуральска свой талант, умения, силы, помогая в развитии территории и в реализации самых смелых планов. Мы уверенно смотрим в будущее, потому что мы любим свой Новоуральск. От имени главы Новоуральского городского округа всех новоуральцев поздравляю с Днем города и желаю счастья, здоровья, оптимизма, благополучия, мира и добра в ваших домах. К поздравлениям также присоединился председатель Думы Новоуральского городского округа Михаил Денисов. Он отметил, что город живет благодаря его душе и сердцу, то есть людям. Уважаемые горожане! 69 лет назад Новоуральск получил статус города. От имени депутатов Думы поздравляю вас с днем рождения нашего любимого Новоуральска. Неповторимый облик города, его достижения в области промышленности, науки, образования, культурное наследие, успехи в спорте – все это стало возможным благодаря талантам и трудолюбию новоуральцев. С полным правом мы можем гордиться тем, что уже сделано. В день рождения Новоуральска выражаю слова благодарности всем, кто своим добросовестным трудом способствует развитию города, активно участвует в общественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию Новоуральска. Желаю всем жителям уверенной и достойной жизни, здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. С днем рождения города, дорогие новоуральцы!